Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. На поляне состоялись съемки вечеринки, которую мы увидим в эфире 8 марта. Мальчики поздравляли девочек с праздником. В гости на поляну приехал Семен Фролов. Он пишет, сегодня я проснулся совершенно в неожиданном месте, а перед этим рад был увидеть выздоравливающую Викторию Романец, душевную Екатерину Король и очень милую Катю Гужвинскую. На Сейшелах парни тоже поздравляли девушек с международным женским днем. Они накрыли шикарный стол, вручали им цветы и подарки. У Николаса Карапанайотидиса и Маши Чужаковой состоялось свидание в лесу на квадроцикле. Как пишет Николас, у нас с принцессой все только начинается. Венцислав Венгржановский объявил флешмоб. Все желающие могут сделать 15-секундную пародию на самые популярные видео с Венчиком, затем опубликовать их в своих социальных сетях, поставить хэштег «Мастер Венс» и ждать результатов. Победитель выиграет встречу с Венциславом. Вика Романец получила симпатичный подарок. Она написала «У вас есть одна попытка угадать, от кого презент». Большинство подписчиков считают, что это Семен Фролов, одарил Вику. Как вы помните, Николай Должанский после своего очередного дня рождения ушел в загул. При этом он ругался на Руслану, на ее родственников. Она заявила о расставании и переехала жить в общую спальню. Теперь же Коля страдает. Он извиняется перед Русланой, признается ей в любви, но Руся не хочет больше ему верить. Она начала присматриваться к новеньким парням, которых сейчас в мужской спальне очень много. Особенно она заинтересовалась новеньким Аликсом, братом Михаила Голустяна. Теперь о том, что происходит на Сейшелах. Саша Гозиас страдает от недопонимания с Костей Ивановым. Ей очень тяжело от того, что он думает только о сексе. Как говорит Саша, меня это отталкивает и соответственно я оттягиваю этот момент. Стало известно о том, сколько зарабатывает на уроках обольщения Ольга Рапунце. Как вы помните, она дает такие уроки Николасу и каждый урок обходится ему в 15 тысяч рублей. Дима Дмитриенко переживает из-за этих уроков, но не потому, что его девушка проводит время с других, пусть и виртуально, а просто ему показалось, что Ольга назначила слишком маленькую цену за свои услуги. В итоге все участники зовут его теперь не иначе, как сутенер. Как мы уже рассказывали, Марина Африкантова с мамой покинут остров любви уже 11 марта. А вот Чуев улетит на сутки раньше. Все они едут в Дубай, где живет жена Чуева Таня Киося. Зрители сразу догадались, почему Андрей хочет попасть туда раньше. Многие уверены, что он пытается вернуть Таню, а Марина для него всего лишь персонаж, за счет которого он ярчит на проекте. Вот и поехал он первым, чтобы предупредить Таню и заранее с ней обо всем договориться. Ольга Агибалова рассказала в соцсетях, что Рита ее сестра это ее самая лучшая подруга. Она близка и как по крови, так и по духу, и они обе не нуждаются в ком-то еще, поэтому больше подруг у Ольги нету. А Рита Агибалова-Марсок планирует переехать жить в какой-нибудь из теплых стран. Она выбирает между Северным Киевом и Южным. Ходят слухи о второй беременности Алианы, но она сама это отрицает. Она говорит, ее пока нет. Саша, конечно, просит доченьку, уговаривает. И мне хотелось бы, ведь Робику уже почти два года. Но сейчас у нас в ближайших планах твердо встать на ноги в финансовом отношении. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!